Очередная история о том, чем нас с вами кормят пропагандисты, зритель из Липецка прислал. Вот скриншот раздела новостей на странице Яндекса из этого города за 10 октября. Новость дня. В Липецке эвакуировали почти 60 объектов после звонков о минировании. А теперь предлагаю посмотреть, о чем в это время писали и говорили федеральные СМИ. Итак, президент Чехии предложил России заплатить Украине за Крым. Появилось видео ударов ВКС по объектам террористов в Сирии. Какой-то бред про губернатора Ивановской области. Подозреваю бывшего Путина криптовалюте. Убийцам Немцова смягчили приговор. Короче, все то, что касается непосредственно рядовых россиян. Ну, разумеется, угроза теракта в каком-то Липецке. Это что, интересно кому? Другое дело, что в Сирии движуха продолжается. Президент Чехии Ричугу вон о каку задвинул. Неважно, что 99% наших соотечественников понятны, понятия не имеют, кто в Чехии является президентом. Главное, что мы должны обо всем этом знать. Нам это необходимо. Ладно, начинаем. Кстати, о Немцове. На прошлой неделе политику исполнилось бы 58 лет. По этому поводу Открытая Россия выложила в общий доступ документальный фильм о нем. Фильм так и называется «Немцов». Автор Володя Карамурза. Кто не видел, очень рекомендую. От себя хочу сказать. Вот вы знаете, несмотря на то, что картину снимал оппозиционный журналист, фильм получился очень добрым и теплым. В нем нет грязи. В нем воспоминания. Какие-то исторические факты. Архивов очень много. Масса людей, которые с Немцовым шли бок о бок или просто с ним сталкивались на каком-то этапе его политической карьеры. Причем воспоминаниями делятся не только оппозиционеры, но и те, кто в какой-то момент стали для политика идеологическими противниками. В общем, посмотреть стоит, потратите час времени. В России надо жить долго. Это не я сказал. Это точно так. Я не верю ни в какие близкриги. Я не верю, что они уйдут через месяц, через два, через полгода. Но я верю, что я делаю абсолютно правильное дело. У меня все дети живут в России. У меня мама живет в России. У меня все мои друзья и близкие живут в России. Уезжать мы из страны не хотим. Пусть они валят. Почему мы должны уезжать? Это моя страна. Я не хочу эту страну никому отдавать. Вот и все. И я думаю, что... Знаешь, как говорил классик? Не в силе Бог, но в правде. Мне представляется, что они нас боятся, и с нами воюют, и арестовывают, и так далее, и так далее. Ровно потому, что, зная, что у нас нет ни телевидения, ни спецслужб, ни административного ресурса, как принято говорить. Тем не менее, они боятся. Почему? Потому что за нами правда. Авторитарные режимы, они внешне кажутся, как такой вот неполиваемый чугун. На самом деле, это чугун. А чугун обладает одним свойством. Он с видом кажется такой совершенно неприступный. Но если так ударить конкретно, он на куски рассыпается. Ну, а теперь предлагаю вернуться в сегодняшнюю действительность и перейти к событиям, которые имели место в России в последнее время. Это реальная журналистика. Поехали! Приглашаю вас в Читу, где суд обязал пенсионерку вернуть в казну, внимание, 800 тысяч рублей, которые женщина получала в качестве пенсии по потере кормильца на протяжении 8 лет. В 2009 году Читинка потеряла мужа, ей оформили соответствующую соц. выплату. Спустя какое-то время женщине начали платить еще и пенсию по старости, а значит от денег за мужа она должна была отказаться. Вот только никто почему-то человеку об этом не сообщил. Ну, тогда сообщили сейчас, обрадовав, а верни-ка ты почти миллион денег, дамочка. Слушайте, мне интересно, о чем думали эти люди? Вот где эта тетка сейчас возьмет миллион? Банк пойдет и ограбит? Или квартиру у нее теперь заберут? Откуда она могла знать об этих нюансах, скажем так, с разными пенсиями? Где государство было на протяжении 8 лет? Ждали, когда у нее долг неподъемный накопится? Ведь очевидно, что не выплатить ей эти 800 тысяч со своей пенсии по старости никогда. Ну, давайте расстреляем ее теперь, что ли? Скотство какое-то. А в Москве на деньги попала целая толпа предпринимателей. Несколько тысяч человек. 8 октября на крупнейшем строительном рынке столицы Синдика случился пожар. Масштабы возгорания 55 тысяч квадратных метров. Окрестные здания и сооружения не пострадали лишь по счастливой случайности, а рядом яхт-клуб, выставка деревянных домов, автозаправочная станция, жилые массивы. Но дело не в этом, а в том, что прикрываясь пожаром, предпринимателей, похоже, собираются кинуть. Но обо всем по порядку. Несмотря на то, что возгорание было внушительным, рынок сгорел не полностью. Часть магазинов и товара соответственно огонь не тронул. Вот только коммерсантам посчитать убытки и снять остатки не дают. На территорию рынка арендаторов не пускают уже неделю, мол, это небезопасно. Предприниматели же, в свою очередь, переживают, что уцелевший товар могут просто вывести под шумок. Кто-то набьет себе карманы, а спишут, все на ЧП. К тому же страховка, а рынок был застрахован, не покрывает и половину убытков. И вы знаете, я склонен опасения тех коммерсантов разделить в России. Живем. Внимание на экран. Георг Назарян во главе возмущенной колонны. Его ущерб 73 миллиона рублей. Уверяют, часть комплекса пламя пощадило, а значит товар цел. Лучше для мародеров и не придумаешь. Вынесут все. Здесь я потерял миллиард. А что они делают? Миллиарды потеряли. 15 лет я здесь живу как. По ночам все осталось, я сюда вывозят. Администраторы мигом выбегают на улицу. Разводят руками, мол, мы люди маленькие. Вот приедет владелец, будет решать. Уверяют, их сами в здание не пускают. Конструкции настолько накалились от высоких температур, что потеряли свою устойчивость. Синдика может рухнуть в любой момент. Так мы кто? Мы кто? Руководство комплекса соберется и вам дадут информацию. С десяток самых отважных внутрь все же пробрались. Через несколько секунд их оттуда вывели сотрудники полиции и МЧС. Предприниматели уверяют, им хватило времени, чтобы увидеть часть уцелевшего товара. Половина цели. Я прямо сейчас. Половина цели. Пускай нам отпустит. Вы видели, что товар уцелел? Конечно, я уверен в это. Догадываюсь, что обязательно найдутся такие, кто скажет, да чего жалеть этих торгашей, тем более, что почти все они выходцы из сопредельных государств, преимущественно из Кавказских республик. Вот только сразу отвечу, а что кавказцы не люди, что ли? К тому же эти коммерсанты работают на территории нашей страны и налоги платят здесь. А еще создают рабочие места, в том числе и для наших соотечественников. Поэтому... Я подпишу, пускай завалится, пускай я умру, но своим глазам увижу. Я своим глазам вижу, что у меня товар не сгорел. Задний старание не сгорело. Это точно. Здесь людей бегут. А кто бегут? Не один рыб, не берегут, не берегут. Кому берегут? Кому берегут? Тем временем министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Пассаженников обратился к предпринимателям и призвал их писать ему лично в социальных сетях по вопросам восстановления бизнеса. На своем сайте ведомство также опубликовало список торговых объектов, где погорельцам готовы предоставить льготы на аренду. В их числе Владимирский тракт, Ленинград, Кахимкинский двор и другие. Сам рынок был застрахован на 4,2 миллиарда рублей. На решение о выплате будет принято после экспертизы, которая может занять до полугода. Видите, как министр сказал, пишите мне в твиттер. По мне, так это все равно, что на деревню дедушки. И экспертиза сейчас еще полгода будет проводиться. Нет, ну то, что у нас социальное государство, я говорю, неустанно маленький человек в нашей стране превыше всего. Особенно, когда с этого человека необходимо что-то получить. А вот когда человеку что-то нужно дать, как-то необходимо помочь, не ту страну назвали гондурасом. Ну и напоследок оптимистичная новость. Депутатам Госдумы, членам Совета Федерации и судьям повысят зарплату на 4%, плюс инфляция и того на 8-10. Что ж, можно только порадоваться за наших слуг народа, за работа ли. Тем более, что пашут они там, как рабы на галерах. Кто же? Одна только поклонская, чего стоит. Пыхтит девушка, как паровоз с кинематографом, вон отечественным неустанно борется. А не было бы ее в думе, кто бы этим полезным делом занимался. Судьи тоже. Ведь только благодаря их решениям в стиле ксерок со штрафов за участие в митингах, например, бюджет пополняется едва ли неэффективнее, чем от нефтяных доходов. Нет, ну не зря эти люди свой хлеб едят. Браво им! И на этой радостной ноте буду откланиваться. Пожалуй, это была реальная журналистика. И сегодня вот так. На моей страничке в ютубе, ссылка на нее сверху, вы найдете больше полезной и интересной информации. Заходите, не стесняйтесь на канал. Подписаться не забудьте. В соцсети тоже ко мне добро пожаловать и пожаловаться. В смысле, темы предлагайте под ними. Мы обсудим в друзья, добавляйтесь. Ну, в общем, разберетесь. Все. За сим спешу откланяться. Пока. Пока. Какую сумму вы хотите? Сумму какую? Да. Чтобы купить сигаретный завод, виноводочный завод. Чтобы купить должность мэра этого города. Ростова, да? Что? Города Ростова. Да, города Ростова, да. Мэра. И виноводочный завод тоже хотите купить? И виноводочный завод, и сигаретный завод. Ага. А машину какую хотите купить? Ой, машину. Бугатий Вейерол. Ага.